Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Причист великий Аллах, есть такая проблема. Вот помню женщину одну. Причист Аллах. В Лондоне. Вот уж у нее капитальные проблемы с джиннами были. И когда я говорю капитальные проблемы, это... Вот знаете, когда джинн вселился в нее, с ней двое мужчин справиться не могли. Такая сильная она была. Это вот как раз тот самый случай с джинном уровня Майка Тайсона. Приехал парень из Бангладеша. Тех, кто недавно из Бангладеша приехал, мы называем свеженькими. Свеженькими зовем. А вы, ребят, как зовете? Тех, кто недавно в вашу страну приехал. Новеньких, которые не так много знают. Как? Легковес? Ну давайте свеженькими их называть. И вот, значит, свеженький один такой приехал. Говорит, я такие-то заклинания читаю, такие. Я того изгонял, этого изгонял. Вот, значит. И сын этой женщины зовет этого шейха. Дескать, приходите, прочитайте какие-нибудь руки. Дома у нас. Ладно, шейх говорит. Давайте, говорит, прочитаю. Пришел. Домой к ним. Заходит в комнату. Закрывает за собой дверь. Женщина сидит на кровати. Он начинает руки читать. Женщина ему в лицо рассмеялась. Джин внутри нее рассмеялся. Мол, это все, что можешь? Тот читал, читал, читал. А Джин говорит, это все, что ты можешь? Давай. Че там еще можешь ты? Давай, накидывай. В итоге, че получилось? Шейх ошибки допускал при чтении Корана. И Джин поправлял его. Вот это тяжеловес. И вот, смотрите. Джины, смотри, ты можешь читать Коран. Но, честно говоря, есть такой момент. Если поступаешь ты по жизни не в соответствии с Кораном, Джины над тобой смеяться будут. Ты будешь читать Коран, но Джину будет все равно. Как в случае с этим. Джин его ошибки поправлял. Тот читает Суру Ясин. Джин говорит, не, не так читается, а вот так. Ну и вот, значит, шейх этот читал часа два. Употел уже. А Джин в женщине говорит, ну... Давай, давай, все, что умеешь, делай. В итоге, шейх возвращается к ее сыну. Говорит, я много джинов видел, но такого в жизни не встречал. В итоге, ничего не сделал. Бояться этого не надо, потому что... Если ты читаешь Коран, и живешь в соответствии с ним, я же говорю, помимо чтения Корана, надо намаз читать, остерегаться запретного. И тогда ни один джин тебя не тронет. Не будет такого. К тебе они не приблизятся. И не забывайте тоже, если сила воли на уровне, это тоже их отпугивает. Есть у вас здесь, в Кейптауне, такая проблема, что люди любят ходить к колдунам. Да ведь? О боже, я знаете вам, что скажу. Это не так безопасно. Люди этого не знают. Люди по своей глупости идут к ним. К этим колдунам. Знаете почему? Когда вы к ним приходите, просите их помочь вам, какую-то проблему решить, они используют незаконные методы в своей практике, которые Аллах запретил. Они запретны по Корану и Сунне. Что это за методы? Они прибегают к помощи джинов, совершают многобожие, приравниваются товарищей к Аллаху, ради того, чтобы добиться помощи джинов. Они поклоняются дьяволам. Вы знаете, что они делают? Да убережут от такого Аллах. Они закапывают Коран под туалетом или приносят какие-то страницы Корана на кладбище, совершают сатанинские обряды там ночью. Эти колдуны совершают мерзкие вещи по отношению к нашей религии. Например, обесчестить Коран. Они делают такие вещи, которые для нас с вами омерзительны. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут кровь и льют ее на голых людей. Совершают колдовские ритуалы. Ходят вокруг этих голых людей. Много всякой грязи они делают. И когда они такое делают, на это все слетаются духи. Этим они притягивают злых духов, то есть дьяволов, джиннов, шайтанов. Разговаривают с ними. Бывает, что один из этих людей одержим джином. Вот так они и вступают в контакт с этими духами. После этого они ловят этих духов, пленяют их. Это один из вариантов, когда с джинами на связь выходят. Или человек поклоняется дьяволом, делая дьявола своим господином. Два варианта. Либо человек делает дьявола своим господином, либо делает джинна своим пленником. И заставляет джинна работать на себя. Так вот, если вы приходите к колдуну, говорите ему, мол, так и так, я хочу, чтобы ты что-нибудь плохое сделал такому-то человеку. Тогда он привязывает какого-то джинна к тому человеку. В Коране говорится о колдовстве. Они обучались у них тому, как развести мужа с женой. Если кто-нибудь из сидящих здесь когда-нибудь ходил к какому-то колдуну, шел с конкретным намерением, например, развести мужа с женой, или чтоб колдун что-то плохое какому-то человеку сделал. Если вы целенаправленно это делали, зная, что это колдуны, и при этом считая дозволенным это делать, вы потеряли свою веру. Вот я вам как есть говорю. Если вы считаете дозволенным это делать, ваш иман аннулируется. Вы входите в куфор. Вы входите в неверие. Если вы идете к колуну, чтоб он навредил кому-нибудь, вы преступник. Даже если человек несправедливо поступил с вами, вас это не оправдывает. И еще что происходит? Это выходит тебе боком. Каким образом? Ты должен понимать, если играешь с огнем, можешь обжечься. Понимаете? Например, человек пошел к колдуну, попросил порчу навести на кого-то, колдун направляет джина к жертве, джин начинает его мучить, жертва находит экзорциста, кого-нибудь, кто изгоняет джинов. Экзорцист Коран читает, и джину становится больно, и джин может отомстить тому, кто пошел к колдуну, чтобы навести порчу. Самому заказчику этот джин может отомстить. Поймите. Бывает, человек идет к колдуну, тот говорит, это будет стоить столько-то, тот ему платит. Потом колдун просит больше денег, тот приносит, он просит снова, еще больше просит. И когда человек отказывается платить, в итоге колдун может натравить джина на самого заказчика. Заказчика. И так бывает. А бывает, что человеку только кажется, что с ним что-то не так, в то время как все нормально. Колдун посылает джинов, чтобы они закопали амулет, например, в саду вашего дома. Я вам про реальные случаи рассказываю. Колдун посылает джина закопать, например, какой-нибудь скрученный листок со специальными надписями. В итоге человек к колдуну приходит, не зная об этих листах. Колдун говорит, иди в свой сад, в такое-то место, и там найдешь то-то и то-то. Или бывает, что человек может такое закопать. А иногда колдуны отправляют джинов это закопать в саду, чтобы ты поверил в то, что он хочет. Друзья мои, если вас беспокоит какая-то проблема, то, во-первых, сходите к хорошему врачу. Может быть, у вас в организме просто что-то не так. Во-вторых, если врачи разводят руками и хотите к шейху пойти, найдите хорошего, чтобы он почитал. Но его непросто найти. Если не найдете, читайте Коран сами. Чем больше будете читать, тем меньше проблем у вас будет. Если вас беспокоили джинны, вы начали читать Коран, они еще сильнее начали беспокоить. Не останавливайтесь. Читайте снова и снова, и увидите, проблема уйдет. Много разных историй я мог бы вам рассказать. Просто эту лекцию сейчас транслируют по ITV. Там, наверное, и дети тоже у экранов. Истории некоторые есть о джинах, которые у людей могут очень напугать. Так что я вам что советую? На ютюбе есть несколько лекций моих на тему джинов. Там много информации на эту тему. Историй много. Если хотите послушать в уютненькой обстановке, типа ужастика, сесть с кем-нибудь, посмотреть, кто из вас испугается первым. Можете посмотреть эти лекции на ютюбе. Проверите себя, сможете ли послушать эти истории и не испугаться. Одна лекция на канале Хикма Онлайн наберите на ютюбе World of Unseen Невидимый мир. Еще есть лекция Дарус Салям Чикаго. Тоже на ютюбе. Там тоже масса информации, масса историй о джинах и так далее. Если хотите, послушайте. Здесь я эти истории рассказывать не буду. Не хочу пугать телезрителей. Но что я хотел сказать? Вы можете сами решить свои проблемы. Какие бы проблемы с джинами не были у вас, читайте Коран. Теперь давайте проведем вопросы-ответы. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. А теперь у меня дома есть кое-что, после чего я уже не боюсь с глаза. Аль-хамду-ли-ля. Знаете, что это? Знаете или нет? Не, не знаете. Ну скажите, что это? Что это? Я скажу, что это. Однажды холодильник открыл и бутылка на пол упала. Случайно. Прямо на кафель. Бутылка по кафелю ударила и кафель треснул. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ладно, начинаем, иншалла. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. С имен Аллаха, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. Милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. То есть, что-либо, что может мигать, как вспышка, вот это не включайте, это меня отвлекает. И третий момент. Еще один микрофон. Давайте. Еще один леденец надо закрепить. Давайте. Женщины наверху. Там нормально слышно вам? В общем, еще один момент. Когда я буду говорить, я бы хотел, чтобы вы слушали внимательно. Я буду вам иногда задавать какие-то вопросы. Я заметил, в Южной Африке прихожане не привыкли давать обратную связь лектору. Сидите и ждете, что я буду рассказывать, рассказывать, рассказывать. В таком режиме внимание ваше может рассеиваться. Я не люблю без взаимодействия. Так что давайте разговаривать. Я буду спрашивать что-то, а вы говорите да или нет. Договорились? Договорились? Вот, хорошо. Некоторые сказали да. Так, тема лекции. Дьявол внутри. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Потому что... А, что? Субханаллах. Брат начал лекцию с вопроса. Дьявол мужского или женского пола? Ой, брат, весело, наверное, у тебя ночь протекает, если дьяволица у тебя внутри. Каждое утро, наверное, как просыпаешься, гусль берешь. Ну, короче. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Всевышний Аллах же создал человека, и к абсолютно каждому человеку Аллах прикрепил дьявола. Да. К каждому человеку дьявол прикреплен. Ну, есть и хорошая новость. К каждому человеку также прикреплен ангел. Дьявол, время от времени, подкидывает грешные мыслишки из невидимого мира, нашептывает вам плохое, побуждает делать зло. А ангел ваш что делает? Побуждает вас к хорошему, к добру. Побуждает делать благие дела. Вот так. Помимо этого, у нас есть эго. Эго. И многие забывают об этом. То есть это сам человек может иметь довольно-таки дьявольское по своей сути эго. Эго может заставлять тебя автоматически делать какие-то вещи, даже без помощи дьявола. Это второй момент. Еще один момент. Это дьявол-человек. Понимаете? О том многие недопонимают. Когда мы говорим шайтан, дьявол. Вот когда я вам говорю шайтан, вам обычно приходит на ум, видимый шайтан или невидимый. Невидимый. Когда бы ты не сказал шайтан, когда бы ты не сказал дьявол, в основном все думают именно о невидимом шайтане. И не понимают того, что дьяволов два вида. Первый это невидимый. Это джинн. А второй дьявол, видимый, и это человек. И многие этого не знают, что человек тоже может быть дьяволом. Некоторые из людей натурально шайтаны, дьяволы. Это доказывает Коран. Когда мы читаем последнюю суру Корана, мы находим там такое откровение. Аллах обращается к пророку. Говорит, куль, скажи. Скажи, прибегаю к твоей защите, о Аллах. Господь всех людей. Малекин нас. Царя всех людей. Бога людей. От зла того, кто наущает, того, кто нашептывает, в груди, в сердцах людей. И Аллах говорит, из джинов и людей. Потому что эти дьяволы могут быть из числа джинов, то есть невидимые, невидимые творения. И видимые, то есть люди. То есть люди не понимают. Может быть такое, что ты живешь с дьяволом. Понимаете? Может быть такое, что с дьяволом живешь. Поэтому посланник Аллаха ясно сказал, что если ты обрел праведную жену, то, аль-хамду-ли-лях, все будет очень хорошо. Жизнь хорошо будет складываться. А если супруга будет неправедная... Проблемы будут каждый день. Каждый день будут проблемы. Представьте ситуацию. Женщина мужа спрашивает. Говорит, мол, дорогой, каждую ночь я вижу тебя в своих снах. Так хорошо от этого. А я снюсь тебе? Муж говорит, нет. Дорогой, а почему я не снюсь тебе? Муж говорит, потому что я Аят Аль Курси читаю перед сном. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!